Всем привет! Меня зовут Касаткина Дарья, и сегодня мы поговорим об эмоциональном выгорании. Конечно, эмоциональное выгорание – это не чувство, но это состояние, и оно также входит в наш цикл «Негативные чувства». Давайте мы начнем с простого. Вспомните, пожалуйста, что вы чувствуете, когда устаете или уже устали, что происходит с вашим телом, что происходит с вашей эмоциональной сферой, о чем вы думаете, что вы хотите или не хотите делать. И пока вы все это вспоминайте, давайте мы рассмотрим эмоциональное выгорание и для начала усталость очень внимательно. Смотрите, когда мы устали, что мы чувствуем в теле? У нас нет сил, у нас нет энергии. И мы с этим можем делать, по крайней мере, две вещи. С одной стороны, мы можем пытаться добыть эти силы и эту энергию из других источников. Например, в день, когда мы очень сильно не выспались и чувствуем себя уставшими с утра, но у нас предстоит важная работа или важная встреча, мы можем пытаться достать энергию из еды. Мы можем заметить, что в этот день мы едим гораздо больше. Или мы начинаем слушать какую-то очень энергичную или бодрую музыку. Или мы делаем что-то, что дает нам силу. Может быть, занимаемся спортом. Второе, что мы можем делать со своей усталостью, это, наоборот, выйти из всякой активной деятельности и отдыхать. У нас сегодня выходной, мы очень устали за неделю, и мы никуда не идем, не занимаемся хозяйством, а просто ложимся в наше кресло или на диван и начинаем смотреть любимый сериал. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы вернуть себе силы, снова почувствовать себя бодрым и энергичным. Что происходит с чувствами, когда мы устаем? Мы можем чувствовать и грусть, и раздражение, и отчаяние, и равнодушие с пустотой. И мы также можем с этими чувствами делать, по крайней мере, две вещи. С одной стороны, мы можем пытаться заменить эти неприятные негативные чувства чем-то позитивным и начать себя веселить. Например, мы хотим посмотреть комедию, или мы идем смотреть веселые видео на ютубе, или мы читаем какие-то очень забавные книжки или колонку анекдотов. Но некоторые из вас могут выбрать совершенно другой путь. Наоборот, прожить свое раздражение, свою грусть, усталость, недовольство жизнью, слушая грустную музыку, смотря мелодрамы, проплакавшись как следует, или, может быть, покричав громко и полупив подушку. Но, в любом случае, мы хотим что-то сделать со своими негативными чувствами, чтобы на их место пришли хорошие, позитивные чувства. Давайте посмотрим еще ближе. Для чего же тогда все-таки нужна усталость, и к чему она нас побуждает? Усталость – это такое состояние, когда у нас нет ресурсов, нет сил. У нас есть дефицит витальности, то есть жизненной силы, из-за чего наша связь с собой ослабевает. То есть, мы хуже слышим себя, мы хуже себя понимаем. Но также ослабевает наша связь с жизнью. Нам уже не так сильно интересны различные события. Нам не хочется никого видеть, нам просто хочется спрятаться в свой кокон. Но усталость задает нам четыре вопроса. Она нас спрашивает, а есть ли у тебя силы? И она хочет, чтобы мы эти телесные силы восстановили. Дальше усталость нас спрашивает, а есть ли у тебя чувства? Ты что-то чувствуешь? И она хочет, чтобы мы позволили своим чувствам свободно течь. Пусть будет грусть, пусть будет раздражение. Но если я разрешаю этому быть, потом может прийти и радость, и увлеченность. Дальше усталость нас спрашивает, а есть ли у тебя близость? Есть ли у тебя какие-то близкие теплые отношения? Подпускаешь ли ты вообще людей к себе? Позволяешь ли ты жизнь оказывать на тебя какие-то впечатления? Позволяешь ли ты себе быть затронутым? И последнее, самое главное, о чем спрашивает нас усталость? А есть ли у тебя время? Есть ли у тебя время для себя? Можешь ли ты позволить себе сейчас не торопиться, происходить событием, которое происходит, и в результате почувствовать себя частью жизни? И вот смотрите, если на четыре этих вопроса, которые нам задают усталость, мы регулярно отвечаем «нет», то есть мы говорим «нет, у меня нет сил», «нет, настроения тоже никакого нет», «нет, в отношениях с людьми и собой я не хочу быть, я не могу быть, я слишком устал или устала», «нет, у меня нет времени для себя, у меня слишком много дел, я спешу», это очень вероятно, что мы придем к состоянию эмоционального выгорания. Термин «эмоциональное выгорание» ввела в обиход Кристина Маслач и описала это как синдром эмоционального истощения, то есть хроническая усталость, деперсонализацию, то есть проявление цинизма и равнодушия к людям, а также снижение личной продуктивности, то есть проблемы с тайм-менеджментом и постоянное чувство неуспеха, которое может возникать у специалистов, помогающих профессии. И вот это важно. К этим трем критериям Соник также добавил витальную нестабильность, то есть когда мы подавлены или раздражены, чувствуем тревогу, безнадежность и раздражительность и не можем контролировать эти чувства и состояния. Разные подходы в психологии по-разному пытаются объяснить причины эмоционального выгорания. Давайте на это посмотрим. С одной стороны мы можем выгореть, когда наша ежедневная реальность не соответствует нашим ожиданиям. Например, мы упорно работаем над каким-то проектом и очень хотим выступить где-то на конференции, или мы очень хотим претворить этот проект в жизнь, мы хотим, чтобы другие люди заметили его, поняли, как это важно. Но наши ожидания разбиваются о реальность, этого не происходит. Мы очень хотим, чтобы нас ценили по работе, но нас не ценят. Следующий момент. Если наша работа связана с большим количеством контактов с людьми, но эти контакты поверхностные, то есть они недолгие. Например, вы работаете врачом на приеме, и у вас на прием 10-15 минут, и к вам приходят люди с проблемами, но вы не можете достаточно вникнуть в случай каждого человека. Или другой хороший пример, вы работаете в каком-то банке непосредственно с клиентами, с людьми. То же самое. Коротко, и время приема. Люди приходят с какими-то проблемами, с просьбами и вопросами, но у вас нет достаточного времени, чтобы понять, что это за человек перед вами. И такие контакты нагружают. Они отнимают у вас силы, но не дают ничего взамен. Ну и последнее, что может приводить к выгоранию, определенная структура работы. Если, например, в вашей работе вы не можете проявлять самостоятельность, это ограничено. Но при этом, ваше начальство или коллеги вам не дают поддержки. Если у вас недостаточно обратной связи, то есть вам не говорят, насколько это хорошо, либо плохо то, что вы делаете, куда нужно развивать проект. Или обратная связь неадекватна, то есть в какой-то момент вам просто на голову выливают уши от холодной воды и говорят, что все плохо и все надо переделать, но почему так случилось непонятно. Кроме того, если у вас в работе есть ролевые конфликты по типу «ты начальник, я дурак», очень вероятно, что вы придете к выгоранию. Но, конечно, все эти три причины, они только описывают возможные варианты, но как будто бы нам не рассказывают ничего о внутренней причине, внутренней сути выгорания. Давайте обратимся к другому подходу. Виктор Франкл, представитель третьей Венской школы психотерапии, говорит о выгорании следующее. Если мы больше половины нашего рабочего времени делаем что-то, что нам не нравится, не приносит радости, то рано или поздно мы столкнемся с выгоранием. И тогда, да, к нам придет физическая слабость, мы потеряем всякое желание и интерес к жизни, и мы будем уходить изымать себя, из отношений и контактов, и обесценивать себя, жизнь и других людей. Но давайте все-таки посмотрим. Выгорание, получается, возникает в деятельности. И выгорание возникает тогда, когда мы не делаем то, что нам нравится. Но, возможно, есть еще какая-то другая причина выгорания. Да, она есть. Смотрите. Когда в своем деле мы пытаемся добиться одного за счет чего-то другого, не вникая в суть того, что мы делаем, вот это и есть самый главный риск выгорания. Например, что значит добиваться одного за счет другого? У нас есть потребность стабильности и безопасности. Мы хотим, чтобы в нашей жизни было все спокойно, и мы используем нашу работу, чтобы добиться этого чувства. Например, мы идем в какие-то такие структуры, где очень много жестких правил, опоры. Можно представить себе военную карьеру. Нам не надо думать. За нас подумали другие. Нам просто надо выполнять приказы. Но, опять же, выполнение приказов не подразумевает нашу собственную работу над тем, а каково содержание, правильный ли этот приказ и так далее. У нас есть стабильность, но как будто бы наша работа, она совсем про другое. Хорошо. Другой пример. Например, мы хотим отношений, мы хотим связанности, мы хотим чувствовать себя близкими к людям, но мы боимся этого, потому что нас могут ранить. И мы можем выбирать себе помогающие профессии. Там мы очень востребованы, мы близки и мы нужны к людям. Но как будто бы нужность, она все равно не дает нам этого теплого, хорошего чувства. Я вроде как и нужна, но я никому не нужна как человек. Что еще может быть? Мы хотим уважать себя и ценить. Как в недовольстве? У нас есть чувство, что мы немножко недотягиваем. И мы можем пытаться восполнить этот дефицит, строя карьеру, добиваясь власти, ища влияния. Но, опять же, власть, карьера и влияние – это бесконечная гонка. И вряд ли мы будем действительно глубоко уважать себя. Для этого нужно проделать внутреннюю работу. Ну и последнее. Если у нас не хватает жизни смыслов, мы не понимаем, для чего вообще все это делать, зачем я живу, мы можем взять и найти какие-то замещающие смыслы. Мы можем уйти в религию, мы можем уйти в какую-то идеологию, в общественные деятельности. Это будет нам, казалось бы, заменять смысл, но все равно история не будет работать. Почему? Потому что мы не будем вникать в суть самого дела. Снова, как и в недовольстве. Все равно, в какую религию уйти. Мне важно восполнить этот дефицит смысла. Все равно, в какой помогающей профессии я буду работать. Я могу быть психологом или социальным работником, я могу быть классным учителем, но здесь как будто бы это не на переднем плане. И вот, когда мы пытаемся восполнить одно за счет другого, получается, мы и дело теряем для себя. Уже не так интересно. Это совершенно не важно, что я делаю. Но все-таки, продолжая работать, мы тратим силы. Но и мы не работаем со своим дефицитом. То есть, мы теряем вот это отношение к себе, связь с собой. Мы перестаем видеть, что здесь речь именно о безопасности и опоре, а не о том, что она дает мне ценность и чувство самоуважения. Ну хорошо. Тогда, если вы вдруг увидели себя в такой усталости, которая длится уже много дней, а возможно недель, у вас может возникнуть чувство «кажется, я подгораю». Что делать? Как себе помочь? Ну смотрите. Для начала займемся скорой помощью. Самое первое, что нужно сделать для себя – это разгрузить. Что это значит? Нам нужно пересмотреть наши дела, задачи, планы. А как правило, у людей, которые выгорают, у этих задач и планов гораздо больше, чем времени в сутках. И убрать оттуда все неважные, все ненужные задачи. Оставьте для себя только то, что действительно необходимо сделать сейчас. Оставьте для себя только самое важное и оставьте для себя то, что вы реально можете сделать. Все остальное уберите до лучших времен. Дальше. Что нас очень сильно нагружает? Установки требования к себе. И как правило, если мы склонны к выгоранию, то требования к себе у нас завышены. И значит нам нужно это начинать пересматривать. Например, если мы говорим себе, что я всегда должна быть эффективной, я всегда должна быть чем-то занята, я всегда должна добиваться успеха, это немножечко нереалистично. Нужно разрешать себе иногда лениться, иногда не успевать, иногда опаздывать и делать ошибки. И это разрешение для нас откроет и реальных нас, и реальную жизнь. Мы сможем уже без страха совершать ошибки, но мы сможем их исправлять. У нас останутся на этой силы. Ну и третье, что нам надо будет начать делать с собой? Увидеть и проработать свои дефициты. Самое главное в деле нужно понять, для чего я это делаю, для чего я работаю на этой работе. Только ли ради чувства стабильности и безопасности? Только ли ради денег? Только ли ради того, чтобы помогать другим людям? Или здесь есть что-то еще? Смотрите. Дальше мы спрашиваем себя, я здесь только за результатом? Или все-таки кое-что в процессе мне нравится? Например, если вы работаете учителем и ваш основной дефицит или даже потребность, это вот эта связанность, чувство теплых отношений. Посмотрите, в каких точках вашей работы это есть, где вам нравится. Может быть, когда вы устраиваете какую-то групповую дискуссию. Может быть, когда вы объясняете ребятам какой-то новый материал, вы чувствуете, что это здорово само по себе. И не важно, сколько у вас детей напишут хорошо контрольную работу. Важен именно этот момент, потому что он хорош. Ну и последний вопрос, это такая большая проверка себя. Готова ли я посвятить этому делу жизнь? Многие из вас, кто вдруг увидит, что нет, я не готова работать в офисе всю свою жизнь, могут очень сильно расстроиться и сказать, ну зачем себе задавать этот вопрос? Ведь нам надо как-то жить, нам надо как-то обеспечивать себя и свою семью. Что же нам придется все резко менять, бросать свою профессию? Нет, конечно нет. Этот вопрос нам помогает стать честнее самими с собой. Опять же, открыться себе и своим чувствам. Ведь видя, что я не готова посвятить этому всю свою жизнь, я могу согласиться посвятить этому свое время сейчас, потому что у меня есть какая-то необходимость, потому что есть обстоятельства, которых я не могу изменить. Но, признав что-то про себя, мы оставляем себе открытой дверь или окно. Сейчас так. В принципе, я не готова всю жизнь здесь работать, и тогда у меня есть как будто бы возможность снова посмотреть на это, когда будет хороший момент, и может быть измениться. Ну хорошо. А теперь давайте подумаем про долгосрочную работу, про скорую помощь мы уже с вами поняли. Но что можно сделать еще? Давайте посмотрим снова на стремление к цели или радость от процесса. И в каждой работе важно это балансировать. Мы можем балансировать в работе внутреннюю ценность, то есть радость от процесса и достижение цели. Как можно это сделать? Смотрите, наша внутренняя ценность – это все про процесс, про то, что нам нравится в нашей работе, про содержание, про то, как мы можем открывать себя, открываться другим людям, открываться этому делу. Но если этого будет слишком много, мы станем очень непрактичными, мы не будем добиваться результатов, потому что, получая удовольствие только от процесса, занимаясь только процессом, вряд ли мы получим результат. Вторая сторона, которую нам нужно принимать во внимание, за которой нам тоже надо ухаживать – это практичность или стремление к конкретной цели. И здесь, с одной стороны, мы можем быть результативными, эффективными, и мы можем реализовать себя и свой потенциал. Но, опять же, если этого будет слишком много, стремясь от одной цели к другой, мы пропускаем все, что происходит между. Всю красоту дороги мы пропускаем, стремясь только к конечной цели. То есть, нам важно балансировать удовольствие от процесса и целеустремленность, целенаправленность и результативность. Как мы еще можем здесь себе помочь? Помимо всего прочего, нам можно тренироваться в чувстве нравится. То есть, тренировать свою радость, интерес и увлеченность. Как это можно сделать? Для начала предлагаю вам убрать деструктивную установку, какая разница, что тебе нравится. Нет, это очень важно. У нас есть одна жизнь, и если мы хотим прожить ее хорошо, то тогда нам нужно обращать на это внимание. Как это сделать? Скажем, да, безопасности хорошим, комфортным условиям, потому что в таких условиях нам легче почувствовать, что мне нравится – кофе, или чай. Какая погода мне нравится – дождь, или солнце. Также нам нужно сказать «да» времени для себя, ведь когда мы никуда не торопимся, нам также гораздо легче себя расслышать, себя и свои потребности. Дальше мы говорим «да» вниманию к своим «мне чего-то не хватает», потому что за этим «не хватает» есть какой-то дефицит, и мы с вами уже увидели, куда нас могут привести дефициты – к выгоранию. Что еще? Мы говорим «да» своим нравится, «да» делать регулярно. При этом не обязательно тратить на это много времени. Мы можем 5-10 минут в день уделить время своему хобби. Немного порисовать с утра. Может быть, немного попеть в душе, ведь кто-то любит так делать, и кого-то из нас это наполняет. Немного попереписываться с другом или подругой, либо с кем-то поговорить. Сделать лишний круг в парке по дороге домой – это тоже будет забота о «нравится». Кроме того, мы можем искать новое «нравится», относиться с исследовательской позиции к своей жизни. Что я чувствую в моменте, а как для меня это? А может быть, мне стоит попробовать другой напиток, новый сорт кофе? А может быть, мне стоит зайти себе перекинуться с этим человеком пару слов, и это будет какая-то новая, неожиданная радость. И еще какое «да» мы можем сказать себе? «Да» иногда не делать то, что нравится, чтобы соскучиться по этому делу, почувствовать заново вкус халвы. Итак, друзья, я надеюсь, вы увидели себя в этой теме, но вместе с выгоранием вы увидели в себе новые возможности и новый ресурс, и поняли, что усталость говорит нам о том, что пора взять паузу, время для себя передохнуть и заново найти путь к своим ценностям. Берегите себя и всем пока!